Здравствуйте! Сегодня я проведу мастер-класс по изготовлению керамической свистульки, которую мы будем делать из обычной глины, специально подготовленной и очищенной различных примесей камушков. Сейчас я расскажу как она выглядит. Свистулька это древняя форма музыкальных инструментов простейших, аутентичная и настраивать мы ее будем так же как когда-то наши предки на слух. Обычно я делаю две или три дырочки, бывает даже одну, и этого достаточно чтобы играть трели и различные свистопляски. Известна история о том, что раньше на Руси существовал такой праздник, который назывался свистопляска, когда люди выходили на улицы, праздновали ярмарки различные, устраивали гуляния и свистели свои свистульки, свои игрушки. Для того чтобы подготовить глину к лепке, нам необходимо хорошенечко ее помесить, может быть даже немножечко воды добавить. Для чего это необходимо? Для того чтобы убрать, возможно там где-то скопились пузырьки воздуха, их необходимо выпить, вымесить. Для того чтобы плотность глины была однородной, бывает так что где-то она более влажная, а где-то слегка подсохшая. Поэтому необходимо вот так вот покатать, помять, познакомиться заодно с ней. Глина очень благоприятная, очень такой добрый материал и люди изревле знают этот материал и много чего делают. Собственно говоря о многих культурах, о многих цивилизациях можно судить по остаткам их керамики. Поэтому можно сказать, что сейчас мы творим историю. Возможно когда-нибудь, где-нибудь кто-то найдет наши свистульки и будут что-то узнавать о том, как мы жили, чем была наполнена наша философия, наши мысли. Когда уже все отмято, мы должны сделать вот такой вот шарик. Я всегда говорю о том, что все птички они рождаются из яйца. Но здесь на самом деле нет какой-то такой сакральной идеи. Просто я круг, вижу вот такой вот шарик. Это наиболее удобная форма, из которой можно что-либо в дальнейшем делать. Вот, немножечко воды, чтобы не мешало. И что мы делаем? Указательный палец, смачиваем немножечко водичкой и смазываем место, где мы будем делать углубление. Сейчас у нас задача стоит сделать полую форму. которая в дальнейшем будет у нас загерметизирована и из которой мы будем делать вот такие вот отверстия. Самая главная часть это свистковая часть, можно сказать ювелирная. Ну и конечно же декор. Глазки, носик. Можно различные орнаменты нарисовать. И также можно поставить свои инициалы и написать свое имя. Итак, делаю углубление примерно на глубину ногтей. Так вот прокручиваю слегка. Затем, чтобы скольжение было максимально удобным и можно было из этой формы вытягивать то, что нам необходимо. Я смачиваю водичкой и начинаю дальше туда пальчик углублять и потихонечку разминать. То есть вот это будет донышко. Если смотреть, то получается примерно так. Сосудиком. Прообразно. И уже начинаю потихонечку. Здесь не нужно сильно сдавливать, потому что глина не терпит грубого обращения. Ее нужно гладить, ее нужно потихонечку мять. Все на ощущениях. То есть между пальцами мы чувствуем, какая толщина. Толщина не должна быть слишком громоздкой. То есть примерно 4 миллиметра это будет достаточно. И сразу формируем донышко. То есть это та часть, которая будет у нас стоять. И радует глаз. Вот. Можно даже сразу вот придать слюсики. Вот такой вот. Если появляются трещины, это значит, что в некоторых местах, покажу, вот в этих местах недостаточно влаги. Это очень легко убрать. Вот таким вот образом смочить. Руки теплые. Естественно, они испаривают влагу. И глина начинает трескаться. Это не страшно. Это убирается. Но если сразу не загладить, в дальнейшем это будет еще сильнее отлично расходиться. Здесь у нас кот-помощник. Всячески играется. Любит птичек. Да, Галь, давайте, давай. Готовьте побыстрее. Очень. Нужно сразу примерно так прикинуть, где будет головка, а где будет хвостик. Да, хорошо. И можно вот сразу так вот чуть-чуть. Такой некий овальчик. И еще дополнительно почувствовать, насколько однородная стенга. Нет ли такого, что где-то она толще, а где-то тоньше. Да, да, да. Как раз вырумить. Ой, ёлки. Ничего. Ничего страшного, если вдруг по какой-то причине с первого раза не получится. Как говорится, повторение это всегда мать учения. И никогда не поздно начать заново. Но мы постараемся сделать сегодня с первого раза. Под моим чутким руководством. Для того, чтобы выгладить и сделать ровную поверхность, не нужно, как многие думают, много воды лить. Достаточно просто гладить потихонечку пальчиком. И она становится такой вот гладкой. Постепенно. Да. Я подожду. Сейчас. И, наверное, поделюсь своей философией, своим отношением к этому творчеству. Творчество очень древнее. Я к нему пришёл, ну, как сказать, случайно. Случайностей, наверное, не бывает. Просто душа привела. Есть некая такая вот концепция, есть такая философия относительно глины и вообще гончарного мастерства. И начинается она с того, что сама мать, сыра, земля, даёт нам чистый природный материал, который называется глина. То есть, по сути, это земля. Это то, что у нас всегда под ногами есть. Мы добавляем туда, ну, то есть, первая стихия – это земля. Мы добавляем туда вторую стихию. Какую? Воду. Воду. Вода – это некая такая аморфная, текучая, которая постоянно изменяется. И вот как раз-таки её свойство в данном случае нам помогает получить какую-либо форму. Какую-либо задумку воплотить. Иногда бывает так, что когда лепишь, даже нету какой-то особой идеи, нету какого-то замысла или эскиза. И просто ты следишь за тем, как пальцы ведут себя, за тем, как получаются изгибы глины. И получается какая-то очень интересная, эксклюзивная, неповторимая форма. Воды не нужно сильно много. Ещё я не сказал такой момент. Я продолжу о философии. Пальцы и руки должны быть чистыми. То есть, нормальное рабочее состояние – это как втайне. Слегка беленькие такие. Почему это необходимо? Потому что глина к глине начинает налипать и сложно сделать ровную, выглаженную форму. Итак, продолжим. Следующая стихия – это у нас какая? Есть земля, есть вода и есть... Что нам помогает её облегчить, её затвердить. А, воздух? Наверное, да. Это то, что будет потом участвовать в процессе звукоизвлечения. Это воздух. Воздух. Тем, соответственно, тон ниже будет. А чем форма меньше, тем она будет более звонкая, яркая. Ну что, идём дальше? Нужно добиваться, чтобы стенки были приблизительно одной толщины, да? Да, но только вот нужно переборщивать, чтобы они не слишком тонкие были. Миллиметра 4 где-то это будет самое то, что нужно. И следующий этап – это смачивание вот этой верхней части. То есть мы не трогаем ничего, кроме вот этой верхней кромки. Смачивать её необходимо таким образом, чтобы появилась вот такая вот кашица. Называется шликер. Это наш клейковидный такой вот элемент, который поможет нам собрать её в кераметичную форму. Есть? Есть. Вот, и теперь необходимо поставить нашу заготовку в руки. И сделать жест, словно мы хотим её выпустить. И вот такими вот плавными, лёгкими движениями мы смыкаем. И сразу приглаживаем. То есть она всё больше и больше начинает напоминать нам будущую птичку. Как нам определить, где будет хвостик, а где будет голова птички? Ну, наверное, просто где выше, там будет голова, где ниже, там будет хвостик. Хотя можно сделать её такой характерной, словно что-то клюёт. И с чего мы делаем? Мы вначале делаем хвостик, хвостовую часть. То есть это же наш листочек будет. Мы его окончательно собираем. И здесь ещё вот такая вот есть особенность. Необходимо сделать вот такую вот комбинацию. Полностью бы хвостик залепить? Да, конечно. Мы залепляем и слегка притупляем. Почему? Потому что здесь будет у нас свисток. Свисток. Свистулька – это то, что мы делаем. Это всё делаем. А это всё делаем. А это вот именно элемент, в котором рождается звук. И вот таким вот образом, выставляя пальчики, мы получаем прямоугольничек. То есть это прекрасная заготовка для будущего свистка. Если вдруг не получается выгладить хорошо, недостаточно пока опыта, опыт приходит, как говорится, с множеством повторений. Мы берём наш инструмент и вот таким вот образом катаем. Катаем и выравниваем. Необходимо следить за тем, чтобы вот эта вот нижняя площадка я начинаю собирать. То есть она всё больше и больше начинает превращаться в птичку. Мы делаем стилизованную форму птички, поэтому какие-то элементы можно не делать. Здесь не стоит задача сделать прям такую настоящую. Хотя в дальнейшем, когда появляется опыт, то можно, естественно, делать какие-то узнаваемые формы. Всё. То есть уже собрана. Она уже герметичная и полая внутри. Основное отличие свистулек или же, как говорится, свистулька – это младшая сестра окарины. Окарины – это более сложный музыкальный инструмент, который настроен по нотам, у которого гораздо больше отверстий. Примерно, наверное, считать можно от 4 до 12. Но бывает так, что и 2-3 камерные бывают окарины. Поэтому там отверстий, естественно, будет гораздо-гораздо больше. Ну вот. Я немножечко тут сделала... Я могу помочь, подсказать и исправить, если что-то. Ничего-ничего, я сейчас попробую это загладить. Пальчики вытираем, чтобы глина не налипала. Вот получается, получается сейчас. Можно пока погладить её. Нужно обязательно гладить, чтобы она была добрая и красивая. Носик, точнее, клювик мы пока не делаем. И глазки, потому что в процессе изготовления свистковая часть. У меня скорее на чижика какого-то, даже не знаю. Да, можно уже сейчас что-то узнавать. Ну что, теперь, я думаю, пришло время приступить к самой ответственной части мастер-класса. Это изготовление свистка. Итак, мы берём вот такие вот резцы. Видно хорошо? Этот или этот? Да, нужно два, чтобы один помогал другому. Самое важное, чтобы он был затупленный, прямоугольный. Бывают разные, например, косый. И вот им мы будем прорезать наш свисточек. Он должен быть чистым, поэтому его вначале нужно тряпочкой протереть влажным. И что я делаю дальше? Потихонечку, плавным движением, под углом примерно с 35 или может быть 45 градусов, делаю... В районе хвостика? Да, в районе хвостика. Под хвостиком, можно сказать. Ну, правильно, под хвостиком. Здесь я, как и говорил ранее, равняем, чтобы была площадка рабочая для создания свистка. И я делаю наметку вначале. Я рекомендую всем намечать. Ну, у меня уже руки, конечно, набиты. Я могу на глаз это сразу сделать. Так как мастер-класс рассчитан на тех, кто только пробует, только начинает. Делаю прорезь. Как узнать, что достаточно? Резец сначала туго идёт, потом он легко проваливается. Где-то так, да? Да. Самое важное следить за тем, чтобы он не проколол насквозь. Ну, если даже проколит, не страшно, но желательно от этого избегать. Всё. И плавным таким, осторожным движением... Я неправильно вышла. Я вот ту глину, которую я срезал, сразу вот таким вот образом собираю. И получается вот такое-то окошко. Вот в готовой окоринке это будет выглядеть так. Но у нас там ещё будут элементы. Получилось? Сейчас надо было очки одеть. Кривовато получилось. Ничего. Пока глина влажная, мягкая, её можно подправлять. Самое главное следить за тем, чтобы там не оставались кусочки глины. Лишние обрезки. Потому что они могут сыграть дурную шутку во время звукоизвлечения. Понятно. Есть кто-то получается? Сейчас, сейчас. В целом всё правильно. Просто нужна вот эта часть глины вот так вот образом подвернуть и подтянуть. Или вот сюда. Вот эту. Давай покажу. Или вот эту. Сложно. То есть, мы сделали прорезь. Сюда прорезали. Под углом. Вот эта часть у нас стала остренькая. Это то, что у нас будет разрезать воздух, воздушную струю. Почему и как образуется звук? Из-за того, что разность давления внутри и снаружи, и ещё струя рассекается вот этим вот кончиком, крестом. Из-за этого, собственно говоря, и свистит, играет наш инструмент. И вот эту глину под углом примерно здесь, чтобы было 45, не 45, а 90 градусов. Я прижимаю. И сразу приглаживаю, убираю лишние неровности. Я вижу, что местами она трещинками покрылась. Это также можно легко... На датчике одеть я просто не очень вижу. Убрать, покатав ручкой нашего инструмента. Я приспособил для работы с глиной резцы по дереву. Как резцы по дереву, они, может быть, не очень хорошего качества, а для работы с глиной самое то. Вот. Мы выводили. То есть, достаточно быстро. Внутри будет особых усилий. Всё. Теперь готовимся к ещё одному шагу. А именно, мы будем делать встречный прорез. То есть, вот этот. Для того, чтобы сюда прикладывать губы, дуть воздух. И здесь он будет рассекаясь на две части. Одна будет идти внутрь, другая наружу. Создавать разность потенциалов давления, и будет образовываться звук. Здесь я также намечаю по серединке. И делаю встречный прорез. Но что необходимо учитывать? Частая ошибка. Прорез делают внутрь. Или же как-то вот ковыряют. Не нужно ковырять. Нужно аккуратно, таким ловким и очень точным движением сделать внутрь. Вот такой прорез. Просто под прямым углом, да? И мы прямо увидим, как резец туда вошёл. Да. Сразу вторым резцом, почему я говорил, два резца нужно, мы сделаем сейчас... Вот оно. Подгребём ту глину, которая у нас вместе с резцом пошла. Соберём лишнее всё. Вот таким вот образом. Можно слегка пальчик увлажнить, чтобы хорошо... Увлажнить как? Не водой полить, потому что в свисток лучше воды не добавлять. А, не вытаскивать надо было ещё, да? Ну, смотря как. Смотря как получился прорез. Вот. Ещё раз проверю. Самое удивительное, что данный вид творчества, искусства такого подходит и для детей, и для взрослых. Он не имеет возрастных ограничений, и принять участие может как совсем маленький, примерно 4-6 лет, в зависимости от того, насколько усидчивый ребёнок. И, как я люблю шутить, до 99-ти. Всё. Мы можем доставать резец, подровнять вот эту часть, срезав лишнее. Пока что, ну, попробуем дуть. Бывает такое, что и сразу начинает свистеть. Вот. А это как раз-таки ещё есть один маленький секрет. Нет, это не ошибка. Необходимо совместить вот эту часть, режущую, с выходом, так называемого, виндвея. Вот этого, вот этой прорези. И что мы делаем? Можно вставить резец, для того, чтобы не промахнуться, не ошибиться. И чётко уже подогнуть вот эту часть, как подгибать. Тоже градусов, наверное, 40. Делаем такой подгиб, чтобы уже чётко струя воздуха попадала на режущую кромку. Сейчас попробуем. Вот уже гораздо качественнее звук. Просто вот то первое звучание, которое получилось, оно очень обманчиво. При просверливании первых отверстий начинается нестабильность звука. Всё, заготовка уже готова. Необходимо следить за тем, чтобы вот в этой части не было кусочков глины, потому что они начинают рассекать воздух на неправильном направлении. И, соответственно, да, либо теряется полностью, либо он начинает шипеть каким-то образом. Вести себя нестабильно и портит всю картину. Всё, вот яркий устойчивый звук. У меня немножечко с шипением, да? С шипением. Ну, нужно проверить, посмотреть, может быть, что-то попало. Да, есть тут ещё. Это да, даже маленький микроскопический кусочек, он уже изменяет поток воздуха и, соответственно, звук не очень качественный. Здесь главное выдерживать чётко движение. Сейчас, я думаю, уже можно нам сделать носик, клювик. Для этого берём совсем чуть-чуть глины, по маленькому такому кусочку. И здесь работает принцип, что всё зарождается из так называемого яичка. Скатываю маленький такой шарик. Его смачиваю слегка полихлоричкой. Нет, ещё хуже стало. Надо посмотреть. Если хочешь, я могу проверить, что там не так. Да, я вот. Вот, вижу даже. Сейчас, секундочку, сейчас попробую вот это убрать. Вот. Ура! Всё. Свисток готов. Ну что, продолжаем делать клювик. Ну, это клювик, да? Для того, чтобы глина плюс глина прилипли, мы вот ту часть, где будет клювик, смачиваем водичкой, чтобы получить вот ту клейкую массу, клейкую глину. Тот шарик, который мы скатали, мы также смачиваем водичкой. И вот таким вот движением, чётко по серединке, ну, в том месте, где обычно клювики, вот приделываем такую часть. Пока что она такая неказистая, непонятно, что это такое. И мы начинаем потихонечку формировать из неё уже нужную нам форму. Здесь нам помогут резцы, ловкость труб. Вот. И потом лишние части мы отсечём, уберём и получим вот такой вот клювик. Если он получился большеватым, можно лишнее срезать. Хотя, как мы говорили ранее, мы делаем стилизованную форму, поэтому элементы шутки и юмора могут быть такой утрированности. Всё, стежи, крылышки и намечены у нас пёрышки. И так же с другой стороны. Держи. Так, что мы делаем дальше? Есть ещё один резец. Здесь более такие вот широкие углубления. И это так же будут у нас пёрышки. Всё. То есть, вот такая вот получилась. Вот эту часть среднюю оставляю нетронутой, потому что там, именно там будут находиться отверстия игровые. Вначале советую всегда сверлить маленьким, ну, наметить, посмотреть, как будет ли удобно пальцы. Птичка должна быть эргономичной. Играл, хорошо сидит в руке. Всё, делаю сквозной прокол. Просверливаю. Бывает так, что после прокола глина обратно прилипает и можно это проверить. Подув туда. Вот, делаю так же с другой стороны. Это поэтому лучше использовать сверла, чтобы дыма возвращалась? Да, сверла они дают более качественные. Всё. Но дырочки пока маленькие, но хочется всё равно показать, как это работает. Для того, чтобы звук был более интересным, нужно сделать отверстия разного диаметра. И поэтому я здесь приготовил вот такие вот палочки. При помощи которых можно будет расширить. Мы расширяем маленькое вот это отверстие, просто вот такими вот движениями по сторонам. И делаем более-более широкого диаметра второе отверстие. Наверное, раза в полтора, может быть, даже в два. Убираем излишки глины, чтобы не мешали. И смотрим. Играет. Но можно ещё чуть-чуть подстроить. Можно, конечно, взять тюнер и сделать чётко под тюнер отверстие. Чем шире, тем тональность выше, чем шире диаметр. Соответственно, чем меньше, тем он ближе к базовой, к изначальной ноте, когда все отверстия закрыты. По-моему, не особой разницы, эту дырочку нужно сделать пошире. Да, и посмотреть, нет ли там остатков глины, кусочков. Потому что они могут препятствовать. Всё, и теперь можно дальше пускаться в декорирование. Сделайте здесь. Элементы. Я для этого специально сделал различные такие вот стеки. И начинаем симметрично делать различные цветочки. Можно бусинки сделать. Является ли таким решающим для звука нанесение разных глазурей? В данном случае не особо, но вообще, если говорить с более точной и профессиональной точки зрения, глазурь она делает чуть-чуть более звонкой. Но это особенно, когда внутри покрывается. В данном случае у нас это упрощённый вариант. И может быть этого даже и не требуется. Можно ещё пожарить. Можно здесь вот так вот прокатать. Мне удобно сразу на резцах. У меня различные элементы для отпечатывания. Ручки деревянные, поэтому здесь можно сделать вот такие вот ещё декорированные элементы. Вроде бы и не видно, когда стоит. Не очень приятно, когда поднимаешь и смотришь. Такие вот спиральки. Чтобы обозначить центр, так же прибегаем к листу. Всё. В целом можно считать, что инструмент закончен. Можно сделать подпись. Здесь я всегда ставлю свой авторский значок. Где мы его поставим? Можно сбоку. Означает он Валентин, Насильевич, Шкандыбин. Элементы доработок. Чуть-чуть выделим клювик, его границы. И в целом здесь сейчас можно, конечно, пустить в волю своей фантазии. И сделать различные анаменты, различные красоты. Единственное, стоит следить за тем, чтобы здесь вот эту часть уже не трогать. Потому что это у нас свисточек. Он может повлиять на звук? Да. Если сильно надавить во время декорирования, можно испортить его. И там уже нужно смотреть, получится исправить или нет. Просто бывали случаи на мастер-классах. Особенно, когда детки лепят. Они, бывает, увлекаются. Поэтому я предостерегаю их. Какие-то неровности или, может быть, кусочки глины, это потом во время высыхания. Вот это всё можно будет ещё поубирать и разгладить. Ещё я поделюсь таким немаловажным моментом, который подчёркивает знак качества. Это фасочка на отверстие для удобства закрывания дырочки. Вот таким вот свернушком. И вот такую приятную, красивую фасочку. И вот такая птичка получилась. Красиво. Давай продемонстрирую, что у нас. Ну, у меня попроси. Ничего страшного, мастерство приходится с опытом и с повторениями. Ну, вот так. Ну что, покажем, как звучат? Да. После того, как она высыхает, и особенно после того, как она обжигается, тональность становится чуть-чуть выше, и птичка более звонче играет. Всем спасибо. Я надеюсь, что у вас будет получаться не хуже и даже лучше.